Дима 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 Слушай, ну повреждения же невозможно предсказать. И ты, как человек опытный, уже должен возить с собой скотч, ножницы, телефон эвакуатора, я не знаю, что у тебя покажет. Ну, слава богу, таких случаев не было, хотя вот совсем недавно в аэропорту на стоянке я обнаружил, что у меня спущено колесо, бегал, пока по стоянке искал компрессор, весь замерз, минус 20 было как раз зима. Ну, потом заехал на заправку, купил себе компрессор и понял, что я без него больше ездить не буду никуда. Дим, ну если в начале интервью мы начали говорить о том, что вдохновение приходит за рулем, то какая песня у тебя родилась, когда ты управлял автомобилем? Ну, дело в том, что, как правило, в автомобиле у нас играет либо радио, либо какой-то диск. И ведь частично все творчество, оно вдохновляется чьим-то чужим творчеством, либо как-то приходит откуда-то. И вот я услышал одну песню по радио, и мне она почему-то навеяла какую-то совершенно другую мелодию. Я быстро начал ее напевать, и так появилась песня «Город больших огней», музыка к этой песне. Так что я могу сказать, что эту песню я придумал за рулем. А на чем ты сейчас ездишь, и успела ли эта машина побывать в аварии? Нет, уже в последнее время как-то стараюсь не обновлять, хотя мелочи до сих пор приключаются. Ну, у меня было несколько автомобилей, вот сейчас у меня BMW, и я, в общем-то, доволен. А какая BMW? BMW X6. А какой опыт? Самая первая. Вот как только появилась BMW X6, вот сразу она у меня и появилась. Поскольку ты родом из Беларуси, я не могу тебя не спросить о вождении в России и Беларуси. Есть какие-то принципиальные отличия? Конечно. В Беларуси, мне кажется, движение, оно такое более упорядоченное, более спокойное. Там все вот ездят больше как-то по правилам, нарушают скорость очень редко. То есть если висит знак 40, ну, они будут ехать 40, максимум там на 50, потому что если будут ехать 51, их уже могут оштрафовать. А в России мне как-то более комфортно. Здесь какой-то такой хаос, здесь все так неожиданно, спонтанно. Кто-то задним ходом может ехать в третьем ряду. Поэтому мне здесь нравится, здесь какой-то рок-н-ролл такой автомобиль. А в Минске ты на чем передвигаешься? В Минске передвигаюсь. Мы тоже за рулем. У меня там есть автомобиль, Opel Insignia. Я на ней там держу. Дим, ну доехать до Минска и посмотреть твою Insignia мы, наверное, не успеем, но X6 BMW я посмотреть хочу. Так что теперь экскурсия от тебя. Здесь вот. Ну ты подготовился. А на заднем сиденье у тебя что? А на заднем что? На заднем ничего. Сумки, сумки, сумки. Это уже багажник. Ты готовился, скажи честно? Нет, ничего не готовился. У нас многие гости, они готовятся. И у них багажник. О, нет, кофеварка. Нет, это кофемашина. Я ее просто сегодня забрал из ремонта. В нем полетел термопредохранитель. Поэтому здесь иногда приходится. Чеснок. Чеснок, конечно. Зачем тебе? Ну чеснок, все, не надо снимать мой чеснок. Чеснок, мишка. У тебя комплект какой, слушай. Ну дорожный. Мало ли там какая-нибудь девушка идет, вот ты сразу мишку с ней уже готов. Так. Ну что, у меня здесь, значит, что? Щетка. Зимние остатки щетки. Так, вот, значит, нет, не скрипки. Это, значит, ящерицы вот здесь. Это ароматизаторы сменные. Можно чеснок все-таки достать? А чеснок? Тим, ну просто я ни у кого не видел чеснока. А, ну это я ездил за продуктами, может, вывалился. Ну, то есть все есть. Как бы, если что, там, чесночку. За пикника, в принципе, кофе с чесноком. Если кто-нибудь подойдет, спросит, нет у вас случайно чесночка? Конечно, вот, с собой. Был случай, когда я переезжал первое время из одной съемной квартиры в другую, у меня в автомобиле помещалось абсолютно все. Поэтому, вот, как раз-таки я привык, что у меня весь багажник, он полный всегда. Давай присядем садить за руль. Мне интересно послушать характеристики все-таки про автомобиль. Дим, ну вот многие ругают BMW X6 из-за того, что задний потолок и задним пассажирам, тем более, если таким, как ты, в метр девяносто, некомфортно на заднем сидении. Че, я-то там не езжу. Поэтому меня мало интересует, что там, кому не нравится. А ты ездил хоть раз на заднем сидении своей машины? Ездил. Не скажу, что мне там очень понравилось. Поэтому я предпочитаю ездить впереди. И, в общем-то, и друзей у меня таких высоких нет. В основном такие небольшие, поэтому им там самое раз. Нормально. Друзья мои, Дмитрий Колдун был в гостях у нас сегодня. Каренина на Авторадио. Счастливо. Пока. Пока.